Непростая ситуация с распространением коронавируса на территории Верхней Волжи вынуждает региональные власти усиливать контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в местах массового скопления людей. В первую очередь это касается торговых центров, магазинов, развлекательных и спортивных клубов. Наш телеканал регулярно освещает профилактические мероприятия, которые проводят сотрудники надзорных органов. Одно из них во вторник, 26 октября, прошло в Заволжском районе Твери. Утро вторника, 26 октября. Сотрудники Роспотребнадзора совместно с представителями Министерства обеспечения контрольных функций Тверской области и полиции начинают очередное профилактическое мероприятие. На этот раз рейд по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований проходит в крупном фитнес-клубе города. Проводятся мониторинговые мероприятия на предмет соблюдения требований для обеспечения для посетителей соблюдения масочного режима, температурного режима, контроля температурного режима. На входе соблюдение социальной дистанции, дезинфекция рук для посетителей. Наличие средств для обработки рук на входе, осуществление термометрии, разметка для соблюдения социальной дистанции на полу. Эти и другие меры профилактики распространения коронавирусной инфекции сотрудниками надзорных органов проверяются в первую очередь. Также внимание обращается на ведение журналов об уборке помещений и измерение температуры у сотрудников. К примеру, в этом фитнес-клубе у представителей Роспотребнадзора возникли вопросы к тому, как осуществляется дезинфекция помещений. Были представлены все журналы, и журнал дезинфекции в том числе, в котором было прописано, что каждые два часа проводится дезинфекция дезинфицирующим средством, специальным, обладающим вирулицидным действием. Однако в наличии данного средства на момент проведения осмотра не обнаружено, не представили нам. А это, отмечают представители надзорного органа, уже является нарушением действующего санитарно-эпидемиологического регламента. В остальном, соблюдение необходимых правил со стороны руководства фитнес-клуба участников профилактического мероприятия удовлетворило. Вместе с тем, как отмечают в самом заведении, выполнение всех предписанных требований не накладывает серьезного отпечатка на работу. Я не считаю, что это сложно, все доступно, но и, соответственно, соблюдается. Люди в масках, они понимают, входят в ситуацию, и также нет никаких конфликтов. Также в этот же день сотрудники надзорных органов проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в одном из крупных супермаркетов. В числе нарушений не ведется журнал дезинфекции помещений. При этом, как напоминают специалисты Роспотребнадзора, серьезные нарушения санитарно-эпидемиологического регламента могут грозить юридическим лицам наказанием. Влечет составление протокола об административном правонарушении по статье 6.3, часть 2 КОАПРФ. За это нарушение организация будет привлечена к ответственности в виде штрафа. Ну а если организации попадутся на нарушениях повторно, то их деятельность может быть и вовсе на время прекращена. Чтобы до такого не дошло, в надзорных органах советуют с особым вниманием относиться к требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Наличие средств индивидуальной защиты на сотрудниках и посетителях, дезинфекция рук, соблюдение социальной дистанции. Это поможет не только уберечься от штрафов, но и сохранить здоровье в период пандемии.